Этот бородатый шизоид задолбался своим матершином словоблудством. Хо-хо, босс, я намекну ему. Смирло, будешь знать, как бескультурно выражаться на языке Есенина? Я вам таких шерзыхов шляхичи напихаю. Хей! Привет, мои адекватные, абсолютно разумные и, самое главное, верующие во Всевышние Силы подписчики. С вами я, ваш митрополит Бебей. Сегодня, в рамках своей просвещающей передачи для младшеклассников старшего возраста Согласия, я продолжаю рассказывать вам, что там было в этом самом первом Ведьмаке. Как вы помните, Геральта закинули в тюрьму по причине того, что нехороший насильник Микула нажаловался на нас властям. Якобы мы фальсификатор, негодяй и знатный алкаш, который все хочет найти спирт. Теперь белоголовый официально уголовник. На этом начинается вторая глава. В тюрьме своя ламповая атмосфера. Честный вор жалуется, что сидеть с политзаключенными за шквар. Ну не хочу я с политическими. Можно опаршивить. Заткни пасть. Я занят. Юс, тише. Хочешь моей смерти? Этот вор мешает. Вот-вот. Вор. А сижу с политическими. Прелестно, черт побери. До Гербельта домогается какой-то булдыга и... Начальник стражи отпускает рецидивиста-профессорка. Как вы можете понять, его посадили местные власти за негодяйство. Но походу сверху находятся люди, которые покрывают засранца. Из-за чего злыдня покидает темницу без каких-либо препятствий. Очкарик подмечает ведьмака и рофлет. Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. О, не сердись, ведьмак. Мы встретимся, верь мне. О, Иксмен белобрыцый. Профессорок. Напоследок он обзывает Геральта тупым мутантом, чье присутствие в мире людском не вызывает восторг. А знаете, что по-настоящему вызывает восторг? Opera Software создала новый браузер специально для геймеров под названием Opera GX. И глядя на него, я поражаюсь множеству приятных полезностей и классных фишек. GX Control. Эта панель позволяет вам ограничивать использование браузером оперативной памяти и мощности процессора. Забудьте про физическое и моральное истощение своего ПК. Теперь интернет-серфинг полностью под твоим контролем. Также тут есть Network Limiter, панель, которая помогает контролировать пропускную способность сети, чтобы больше производительности оставалось и горем, или прямым трансляциям. Интеграция с квичом, уведомления о стримах или интересных тебе стримеров. Всё прямо под рукой. Тем более есть возможность поставить стрим-слэш-видосик в отдельном окне и спокойно заниматься своими делами. Ещё ты можешь связать с браузером свои аккаунты в Телеграм, Ватсап и других мессенджерах. Но и это не всё. В Opera GX много разных тем и вариаций внешнего вида. Плюс красочная подсветка браузера прекрасно работает с Razer Chrome, а за звуковые уведомления отвечает звукорежиссёр Рубен Ринкон и берлинская группа, которая недавно получила номинацию BAFTA. Звучит солидно. Также браузер позволяет контролировать вашу конфиденциальность и безопасность благодаря бесплатному интегрированному в VPN и блокировщику рекламы. Opera GX. Перейдите на сайт и станьте первым, кто опробует этот замечательный браузер. А те, кто смотрит с мобильного, могут щелкнуть ссылку в описании и отправить электронное письмо ссылкой на скачивание для дальнейшего использования. Профессор покинул нас, а мы остаёмся на нарах, играем с эльфом в кости, видим будущие отсылки на Джокера, Может быть я и вор, но в этом виновато общество. Как вдруг снова приходит капитан стражи. Эй, вы, отребье. Он заявляет, что тут канализацией завёлся... Короче, это чмо зелёное, и тому, кто его убьёт, дадут свободу. А как насчёт руки принцессы и половины царства в придачу? Следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Прям как в жизнь. Геральт понимает, что это его шанс. Конечно, тут оказывается ещё один кандидат на отправку в каналы. Вон тот урод в углу утверждает, что убьёт Какатрикса голыми руками. Угу. Но мы быстро прописываем ему пару лембосов промеж полушляхичей. Капитан стражи говорит, что Гербальт молодца, а дабы Какатрикса голыми руками не бить, даёт казённый серебряный ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твоё дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Наконец-то Геральт попадает в место, где он как рыба в воде. В канализации, куда стекает весь городской златыш. Аля, мой любимый момент. Радуйся, ансаб, что так легко отделался. А то некоторые ведьмаки утопцем ради рофла шариковые ручки в шерзых пихают. В этих благоухающих каналах Геральт совершенно неожиданно натыкается на весьма доброжелательного персонажа. Зигфрида из Денесле. Что ты за существо? А, ведьмак. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутации. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Он обычный рыцарь-работяга из Ордена Пылающей Розы. Кто не знает, этот орден является боевым отделением культа Вечного Огня. Меч Верунского Сообщества. Зигфрид очень рад увидеть Ведьмака, так как слышал о данном ремесле много хорошего. А Геральт, вот нет, чтобы сказать что-нибудь приятное в ответ. Стоит и ерничает, огрызается. Если ты не против, я бы прекратил болтовать. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Зигфрид же заявляет, что он тоже пришел под уши у Кокатрикс. Боже, ребят, я еле сдержусь от шутки. И тот завязывается между персонажами полноценный диалог. Давай поговорим. Что мне всегда нравилось в играх, так это наблюдать за диалогами и химией между интересными персонажами, коих тут немало. Например, Горбуль спрашивает. Сударец с прической под горшок. А с каких это пор рыцари Пылающей Розой охотятся на монстров? Че это вы у нас работу отбираете? На что Зигфрид говорит, что это их долг людей защищать. Плюс они не берут плату. Да, убивают чудовищ за просто так. Честно говоря, вы ведьмаки реликт. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Геральт уже хотел пошутить про то, что Орден финансируется на налоги этих самых граждан, но обрезанный сразу остановил его и предложил компромисс. Мол, че болтать? Давай вместе замочим рептилоида. Награду от капитана стражей заберешь ты, а я выполню свой долг и заодно полюбуюсь на мастерство пьяного мастера. Мы, конечно, можем повести себя, как типичный нытик Геральт промямлить. Я работаю один, ми-ми-ми. Но не будем. Договорились. Идем. Вместе с этим молодым человеком мы устраиваем геноцид трухлявой гадости в каналах. Плюс я наконец-то могу показать вам, как ведьмак ловко управляется серебряным клинком, где заметно, как хореография боя очень сильно отличается от боя стальным мечом. Меня, кстати, в самом первом ролике раскритиковали, когда я сказал, что у ведьмака стальные меч против людей, а серебряный против чудовищ, так как в книгах говорится, что оба против чудовищ. Просто кто-то реагирует на серебро, а кто-то нет. Так вот, относительно игр, применяется именно закон о том, что серебряный конкретно против монстров, так как в том же самом бестиарии все монстры имеют уязвимость к серебру. Герб! Осторожнее сзади! Наш прекрасный юмористический дуэт вырезает страшную ящерицу с крыльями, а Геральт забирает с трупа какой-то странный камень и трофей в виде башки. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Зигфрид любезно выводит нас наружу, но внезапно говорит, что слышит шаги. Мало кто решится бродить здесь. Это беловолосый ублюдок. По нашу душу прибегают бандиты, которые откуда-то знали, что мы тут находимся. Твои друзья? Можно и так сказать. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Мы предполагаем, что это кто-то из тюрячки рассказал про нас. На что Зигфрид говорит, мол, в Изиме у него есть знакомый детектив, который может помочь нам с расследованием и борьбой против Саламандра. Надо запомнить. Напоследок происходит приятная химия между этими двумя. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко. Ведь на моей стороне сражался ведьмак. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. Ааа, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид. И спасибо тебе. Это так мило. И вот мы в Изиме, а конкретно в храмовом квартале. Это, конечно, не богатый торговый район, но тут тоже неплохо. Местные жители это обычные работяги, у которых под рукой имеется своя лечебница, рыцарь вечного огня для хранения покоя и даже проход на кладбище. Хотя что уж греха таить. Тут, конечно же, есть неблагоприятная улочка с бомжами, бандитами и путанами. Невероятно. Оказывается, даже в Изиме есть плохой район. А также район нелюдей. В этом районе обитают представители старшего народа. Ремесленники краснолюды и художники эльфы. Сейчас задача Геральта это отнести голову к капитану стражи Винсенту Мейзу и забрать свои вещи. Винсент говорит, что мы свободны, но не совсем. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Это серьезно? В городе карантин. И по словам мента, мы за пределы храмового квартала не выйдем. Но дабы мы не расстраивались, он за голову какатрикса дает нам аж 400 единиц валюты. А это, знаете ли, много. Ты их заслужил. И вообще, вот мы взяли голову какатрикса как трофей, да? Так вот, со всех редких слэш необычных монстров можно забрать трофей и потом получить за него денюжку. В том же самом предместе сидел некий кролевский ловчик, который предлагал награду за убийство двух местных особо опасных монстров. А именно, плавуна Надира и Альгуля Озрела, чья карта, кстати, есть в Гуинте. Я очень советую выполнять данные заказы, потому что за них дается много опыта и самое главное, много денег. А еще с того ловчего наш ведьмак словил лютый триггер. Приветствую вас, ведьмак. Я местный ловчик. Приветствую вас. А сколько вы берете за утопца? Это профессиональный секрет. Профессия у нас одна. По-разному бывает, но в среднем 80 аренов. Я так и знал. Знал, что тут что-то не так с ценой. Мир идет вперед, все дорожает. Только устаревшие ведьмаки работают за гроши. И они еще меня называют паршивым выродком. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение и все. Геральт, недавно атакованный саламандрами, интересуется у Винсента, что тому о них известно. На этом ментяра ехидно говорит, чтобы мы одинокими вечерами не особо ошивались у складов-трущевых. Держись подальше от складов-трущевых. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Ну ладно, я не буду. Я не это имел в виду. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Мои любимые челки-боталки. Далее мы ведем светскую беседу с Юзей, помощником Винсента. Он говорит, что мы можем забрать наши вещи, кроме того самого свертка, который нам передал Карен Брок. Этот сверток нужно доставить в Визиму, в таверну под кудлатом Мишкой, человеку по имени Кирпич. И никаких вопросов. В этом свертке был Фисштах, местный кокаинум. У меня был сверток, он пропал. Ведьмак, радуйся, что за этот сверток ты второй срок не получил. Правда, Юз попросил нас ничего об этом не говорить Винсенту, так как Стражник уничтожил конфискат, снюхав его. Нормально. Несмотря на такую подставу, Гераль делится с Юзей советами. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ты ничего не знаешь о жизни. Я знаю достаточно. Фисштах можно употреблять разными способами. Говорят, лучший это отвернуть кожу. Где? Там, где можно отвернуть кожу. Именно там, Юз. Хе-хе-хе. Теперь, если мы найдем этого самого кирпича, то, боюсь, он будет расстроен. Чтобы не терять времени даром, я сразу же отправился к детективу, которого нам посоветовал Зикфрит. Зовут его Реймонд Нерлоу. Солидное имя. Возможно, еврей. Живет он, кстати, неплохо по меркам детективного ремесла. Уверен, что жилище Навального выглядит абсолютно так же. Само собой, мы без спроса врываемся к нему домой и в 3 часа ночи предлагаем поговорить за Саламандра. Ну-ну, и кто у нас тут? Я Геральт из Ривии. Воин равных, которому нет. Легенды опережают тебя. Геральт рассказывает ему, что ищет Азара Яведа, и любая инфа будет полезной. А почему ты ищешь Яведа? Скажем так, у моего башмака запланировано свидание с его задницей. Детектив с радостью делится инфой и рассказывает, что Азар Явед это опасный зериканский колдун, который обладает связями и тайными источниками финансирования. Что он замышляет и зачем, пока непонятно. Но, скорее всего, они планируют крупную политическую многоходовочку. И дабы им было легче все устроить, они проводят опаснейшие генетические эксперименты, на которые у обычного гопника не хватило бы знаний и ума. Из-за этого следует вывод, что Саламандры это не просто колхозные бандиты, а пропатченные колхозные бандиты категории Г. Мы спрашиваем детектива, с чего бы нам начать распутывать этот клубок, дабы выйти на Азар Яведа и тех, кто стоит выше. Реймонд докладывает, что недавно под стражу попал один из бандитов Саламандры. Может, он чего знает. А заодно расспросить начальника метаскового отдела Винсента Мейса. Может, ему что-то известно или еще хуже. Может быть, он работает на Саламандр, и именно он навел на нас бандитов канализации. Кстати, обычно детектив берет за инфу деньги, но поскольку он тоже ищет Саламандр и тоже испытывает к ним неприязнь, он делится с нами инфой и помогает на халяву. Обычно я продаю информацию, но тебе я расскажу кое-что бесплатно. Конечно, у данного альтруизма есть свои причины, но о них вы узнаете в конце ролика. Хотел я такой пойти к менту, но тут вдруг снаружи ждут бандиты? А ведьмак не спешит. Должно быть, ушел через другой ход. Что ж, неважно. Полагаю, западня расставлена? Конечно. Займись делами в купеческом квартале. Делом займется наш лучший агент. Процессор с азаром ливают, а мы, в свою очередь, убиваем очередняр. Тут кто-то спросит, а чему мы не убили этих двоих уже сейчас? И я вам отвечу, что, скорее всего, Геральт в своем нынешнем состоянии вместо победы получил базиликанским макосином прямо свой жржембык. Меня, кстати, под прошлым роликом спрашивали, чего это мой меч светится аки джедайской сабля. Все дело в маслах, смазках и прочих временных бафах на оружие, которое мы можем использовать. Надеюсь, вас это более не будет смущать. Иду я такой расспрашивать мента, как Хоба. Золтан тоже в городе. Ба, кого я вижу? Ведьмак! Золтан, хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральт. Отлично. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Вам смешно, а многие люди так думают именно про персон моей национальности. Хватит язвить. Находим Винсента, но поговорить с ним о пленнике мы не можем, так как нам он не доверяет, запрещает общаться с его людьми и вообще относится как к маргинальному элементу. Информации ты не получишь. Ну что ж, ты не оставляешь мне выбора. Нарушаем его просьбу о том, чтобы не ходить рядом со складом вечерами и хоба, происходит сомнительное мероприятие. Кто это? Мы не об этом договаривались, легалый. Расслабься, это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки-големы. Своей воли нет, выполняют приказы быстро и точно и не жалуются. Правда, Геральт? Конечно. Винсент оказывается знатным троллем в погонах. В данный момент он пытается вывести Саламандра на чистую воду, но так как внезапно подошел Геральт, он думает, о чем не воспользоваться моментом, и запугивает бандитов нашей белобрызой персоной. Ты блефуешь? Не пугай меня. Довольно. Где и вет? Где секреты ведьмаков? Где и спирт? Бандит подсаживается на измену, так как среди Саламандра ходит слух, что мастер Дервант конкретный шизоид. Я ему не доверяю. Слышал он чертов убийцы, зарезал дюжину наших людей. Говори, иначе я скормлю тебя крысам. Винсент, останови его! Я ничего не знаю, я был помощником у бухгалтера, у Саламандр. Явет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Если ты не скажешь, где Азарьвет, я залезу средним пальцем прямо в твой шерзых и буду делать кути-кути. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери, я ничего не знаю. Останови его! Ты ведь страж закона, это убийство, а ты будешь просто стоять и смотреть? Да. Винсент довольно уходит, а мы с недоумением режем преступников на бутербродные слайсы. Сейчас, по сути, нам надо бы пойти к Винсенту и спросить, мол, что за буржабуш? Но я решил не особо торопиться и походить по Визиме, а заодно попробовать найти другие зацепки. Допустим, при общении с Юзей, мы узнаем, что месье Кирпич торгует с Фисштахом и часто сидит в таверне под кудлатым мишкой. Данное заведение находится в не особо хорошем районе, кто бы сомневался, но при этом внутри очень даже уютной лампово. Тут вам и драки на кулаках, и с кем в кости поиграть, да и рофлер-трактирщик тоже имеется. Ну, кто тут у нас? Меч на спине, белые волосы? Дай подумать, ты из цирка сбежал? Ты рассмешил меня до слез. Может, у тебя тоже цирковой опыт? Кстати, пора ответить вам про наши поиски спирта. Все приятные алкогольные напитки имеются в тавернах, но вместо того, чтобы пить их по-деревенски в чистокан, мы будем мутить из них коктейли, ведь Гарфилд по своей натуре художник. Да, именно, сейчас вы узнаете про местную алхимию чуточку больше. Как вы помните, мы можем варить зелье по имеющимся рецептам или же наугад и смотреть, что получится. В первую очередь нам надо выбрать алкогольную основу, которая на радость мутанту-алкашу должна быть очень крепкой. Никакие пивные напитки или вина, только водка и прочие горючие материалы. Чем выше по качеству алкоголь, тем больше ингредиентов мы можем добавить при готовке, и тем элитарнее будет напиток. На самом деле нет особой разницы, какой конкретно вы добавляете ингредиент. Всегда что-то можно чем-то заменить. При варке вы больше опираетесь на тип ингредиента, благо вы можете их рассортировать. Сейчас я сварил несколько вариантов зелий. От одного я отравился, а от другого ослеп. Вот что бывает, если брать крафтовый самогон в неизвестных тебе местах. Мужик, тебе нормально? Все абсолютно хорошо, я чувствую себя великолепно. Но вот с одним зельем мне крайне повезло. Геральт распробовал его, и это оказался напиток слезы жен, который полностью снимает с нас эффект алкогольного опьянения. Какой алхимик, такие напитки. Даже рандом делает Геральту своеобразные намеки. Ладно, пора бы уже наконец-то найти кирпича. Так как тут все живут и двигаются по своему собственному расписанию, я этого шлакоблока выцепил совершенно случайно. В остальное время тут было пусто. Привет, привет. Ты смотри, кто тут пришел. Ты кто такой? Зовут меня Кирпич. В первую очередь я рассказываю ему про потерю важного пакета от Харрена. Кирпич расстраивается, но обиду на нас не держит. Однако, на будущее дает важный совет. Я так скажу. Если кто-нибудь еще попросит тебя передать мне пакет, откажись на отрез. Мысль ясна? А еще он любезно рассказывает нам про эффект физштреха. В маленьких дозах он поднимает настроение и вообще работает как стимулятор. Более крупные дозы вызывают эйфорию иногда, агрессию. А также снимают ощущение усталости и боли. Внешние симптомы. Остекленевший взгляд и сопли из носа. С ним я пытаюсь поговорить за Саламандр, но он ни с того ни с сего перепорашивается и отказывается с нами эту тему обсуждать. Видел когда-нибудь знак Саламандры? Оставь меня в покое! Но... Отвали! Мы не отступаем и на всякий случай предлагаем ему нашу помощь, ну хоть в чем-нибудь. Кирпич смягчается, как слу после молочки и говорит, что тут имеется один дом с привидениями. И если Гербельт избавится от нечисти, то он будет как минимум благодарен. Хотя даже тут дурень белоголовый умудряется врубить скептика. Привидения? Сомневаюсь. Стекольщик лучше справился бы со сквозняками. Когда же я оказываюсь в доме, то да, тут привидения всякие летают. И ладно бы только привидения. После сеанса экзорцизма я услышал странные звуки в подвале. Ага. Спустился, а тут... Сейчас мой шляхич поделят на дольки как апельсинчик. Благо я успел выбежать наверх, дабы натереть свой меч, и опиться белым русским. Теперь эти кровососы будут сосать на том свете. За такое лично я хотел бы получить награду, но вдруг кирпич куда-то потерялся. Гордине спрашивает у трактирщика, мол, а где он? А тут рофлет, говоря, что это нам еще повезло. Подельники деревенщины кирпича часто мрут по неизвестным причинам. Но и если совсем хотим найти его, то он обычно ошивается в доках за пределами храмового квартала. Напоследок он нам намекает, что если мы спалим кирпича за сомнительными по бандитским меркам делами, то мигом бежим рассказывать об этом трактирщику за щедрую плату. Я бы, конечно, мигом пошел в доки за кирпичом, но нас как бы не пустят никуда из-за карантина и указа Винсента. Но! Внезапно случаются трули последствия наших действий Experience. Около входа в доки тусуется Зигфрид, и тут происходит это. Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Прохода нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший вы зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? А, ну это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милоздарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем. Хе-хе, за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Да, Зигфрид теперь является нашим братаном, и без его помощи нам пришлось бы как минимум полизать чей-нибудь сладочь. На самой даме мы становимся свидетелями того, как бандюга Кирпич о чем-то договаривается со стражником. Опять этот беловолосый, который лезет не в свое дело. Он нас увидел. О чем вы так мило болтаете? Прекрати притворяться дураком, ведьмак. Ты знаешь. Кирпич рассказывает нам, что на самом деле является агентом под прикрытием, и работает на Винсента, дабы вести успешную борьбу против Саламандра. И если мы кому-нибудь расскажем, что он на самом деле ментовской, то бандиты его посадят на подарочную бутылку темирской ржаной по самое донышко. Это дело национальной безопасности? Не очень-то у вас выходит. Это потому, что какой-то идиот все время путается у нас под ногами. Убивает Саламандр, расстраивает наши ловушки и планы. И кто бы это мог быть? Я решил не выдавать его, тем более он дал нам еще одно доказательство того, что Винсент Мейс нормальный мужик и работает против преступной организации. На таких родостях я наконец-то иду к Вене, чтобы уже расставить сеточки и попить кумыс из бочки. Винсент благодарен нам за помощь на складе. Конечно, он мало чем может нам помочь на данный момент, но теперь он не будет мешать нашему дальнейшему расследованию И мы можем спокойно делать, что захотим С радостью выслушаю все, что ты раскопаешь Мы же рассказываем Винсенту, мол, знаем о его делах с кирпичом И что Винсент на самом деле норм челик Тот растрогался и в награду дал нам кольцо городской стражи Дабы мы в случае чего козыряли нашим особым положением перед стражниками Спасибо Еще он подкинул инфы, что Азар, Евет и Саламандры С чего-то вдруг Ириана накинулись на бизнес по торговле физштехом Евет вложил в это кучу денег Он и сам не дурак понюхать Кстати, как бы не было странно, но данное запретное вещество Очень сильно поможет в нашем расследовании Детектив сказал нам, помимо разговора с ментом Узнать подробнее про пленного Саламандру Сам Винсент говорить нам про него не имеет права Но он не запрещает нам опросить того же самого нарколыгу Юзю Но этот черт отказывается говорить за просто так Поэтому нам приходится купить порошка у кирпича И подогреть торч в погонах От хорошего физштеха я никогда не отказываюсь Он рассказывает нам, что на данный момент Заключенный находится под стражей в лечебнице лебеды Туда нас, кстати, поначалу пропускать не хотели Но козырнув своим новым кольцом городской стражи Геральт мигом дает понять, что он персона вип-вип Непосредственно в больничке мы находим бедолагу Который скорчился на полу И при попытке заговорить с ним Заключенный в судорогах начал орать Тихо Он пытается что-то сказать Калькштейн Он Он Зачем ты пришел сюда? Пленник потерял сознание, убирайся! Шшшш, я что-то слышу Какой-то шум в коридоре Внезапно на больницу нападают бандиты Не саламандры, а именно обычные городские бандиты Которые со слов стражника работают на некого могила Проклятые головорезы Их послал могила А дело начинает набирать обороты Появились новые подозреваемые Тут тебе и начальник городских гопников И неожиданно алхимик Калькштейн Почему? Это мы с вами узнаем в следующем выпуске Приключений Герасима из Рябинии Правда, если в этой серии вам может показаться, что все сложно и запутано То в следующем выпуске я гарантирую Что вы либо тронетесь умом Либо потянете на фиштах До скорых встреч, мои дорогие друзья Вот вам, кстати, обещанная славная история От детектива Рэймонда Просто хочу, чтобы ролик закончился на позитивной ноте Когда-то в Визиме Жила счастливая пара Они были заурядными, как рыба в пруду А еще у них был сын Десяти лет от роду Однажды отец вернулся домой Но в этот раз любимая собака не встречала его на пороге. Из кухни не доносились ароматы и не слышно было голоса его сына. Но он ничего не заподозрил, пока не нашел в прихожей свою собаку, которой выстрелили в голову стрелой из тяжелого арбалета. Он не сразу понял, что это его собака. Но потом он нашел свою жену, которую копьем пришпилили к двери кухни. Он обыскал дом в поисках сына, но не нашел ничего. Преступники не оставили следов. Короче говоря, Винсенту Мэйсу пришлось закрыть дело. Свидетелей нет, улик нет. Однако есть одна зацепочка. Полгода спустя в мусоре нашли труп монстра. Глаза у него были, как открытые раны. Грубая, неровная белая кожа, неестественно мускулистое тело. Все уже забыли про убийство и исчезновение. Почти все. Дело в том, что у пропавшего мальчика была особая примета. Шесть пальцев на ноге. Об этом знали только родители. У мертвого монстра тоже было шесть пальцев на ноге. С тех пор отец посвятил всю свою жизнь тому, чтобы найти тех, кто уничтожил его семью. Я клянусь могилой матери. Я ничего не знаю. Останови его. Ты ведь страж закона. Это убийство. А ты будешь просто стоять и смотреть. Я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Ведьмак, сделай это побыстрее.